Вот уже несколько лет подряд традиционно ко дню семьи, любви и верности мы собираемся в телефоруме, чтобы поговорить о современной семье, о том, что она сейчас переживает, какие проблемы испытывают современные молодожены, какова статистика браков и разводов, и, собственно, почему семья для нас это самое главное в жизни. Недаром в народе говорят, «Семья в куче, не страшна и туча». Поэтому сегодня мы, если говорить современным языком, топим за семью, и в этом нам будут помогать наши эксперты, у которых огромный опыт за плечами в семейном производстве и в сохранении института семьи. Я вам представляю председателя Союза женщин Владимирской области Валентину Бородину. Здравствуйте. И председатель Союза женщин города Владимира Галину Карташову. Здравствуйте. Добрый вечер. Давайте начнем, я думаю, что с Валентины Дмитриевны, поскольку эта область, да, это уже масштаб больше, чем Галина Валентиновна, да, всего лишь представляет Владимир, поэтому слово держать вам. Как давно вы занимаетесь темой семьи? Темой семьи мы занимаемся уже где-то порядка 30 лет. Мы уже отметили юбилейную дату Союза Женщин России, Союз Женщин России 30-летий и тоже самое Союзу Женщин Владимирской области 30 лет. Естественно, конечно, нужно отметить, что сегодня российская семья испытывает кризис, кризис семьи. И вот сохранение семейной ценности, возрождение семейных ценностей, одна из приоритетных задач нашего Союза. Но это практически, это уже национальной стратегией становится, как уже обозначил президент нашей страны. Молодые люди сегодня, к сожалению, не стремятся создавать семью. Они предпочитают совместное сожительство, не хотят иметь детей. И вот в этом направлении, конечно, мы где-то примерно 18 лет, мы вышли с инициативой в законодательное собрание о возрождении праздника Петра и Февронии в честь муромских святых, которые сохранили любовь друг к другу. И на сегодня уже президент как бы и обозначил вести как государственный праздник. Естественно, мы проводим мероприятия, встречаемся. Вот один из проектов, которым в этом году исполнится 5 лет, проект «Счастливо вместе». Мы получили в этом году субсидии от области. Встречаются пары, которые прожили 5-7 лет, 30 лет, 20 лет и до 60 лет. Эти пары встречаются, делятся своим опытом, как сохранить семью. И естественно, мы хотим распространить вот эти семьи, чтобы они были как примером возрождения российской семьи, чтобы они были примером для нашего молодого поколения. Естественно, от семьи зависит многое. Семья – это где мы учим. Они проходят первую школу жизни, дети. Естественно, мы должны возрождать вот такие семьи, где есть мама, папа, дети, бабушки, дедушки и родственники. Естественно, конечно, молодые встречаются с трудностями. С детьми нужно заниматься. А у них нет желания с ними заниматься. Ведь мы все растили своих детей. И когда были дети маленькие, выходные дни были отданы детям. И естественно, конечно, мы сейчас видим, что дети нормальные, здоровые. И мы сегодня говорим об ответственности родителей за воспитание детей. И на уровне Государственной Думы мы ставили эти вопросы. И наконец-то сегодня как бы вот стучим, стучим, но вода камень точит. И сегодня как раз решается вопрос по семье, о ценности семьи. Естественно, конечно, завтра у нас будет праздник. Мы встречаем эти семьи, встречаем. Они отдыхают. Они делятся своим рецептом счастья. Будет ромашка. На ромашке они будут писать рецепт семейного счастья. Кстати, вот я взяла... Да, мы сейчас зачитаем. Сейчас выслушаем на звонок телезрителей, и мы зачитаем рецепт счастья, да, участников Бала Молодоженов. Пока у нас Игорь на связи. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер, Анна. Я поздравляю с Днём Паники Святых Петра и Севронии, Шарцы и Весное Здоровье, а также Севронии Незубийской Русской Православной Церкви. А как планируете вы отмечать этот праздник? Спасибо. Ну вот как раз мы и рассказываем о том, как мы планируем... Мы как раз и планируем. Это пятый год мы проводим. Мы встречаемся с семьями. Мы встречаемся... Прожили пять лет. Семь лет. Семнадцать, пятнадцать, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят. И те, которые прожили солидный возраст, они делятся с молодыми семьями рецептом семейного счастья. Естественно, конечно, на этом нужно уже как бы пропагандировать эти семьи через средства массовой информации, через встречи определенные, чтобы все-таки молодежь готова была вступить в нормальную, хорошую российскую семью, где царит любовь, взаимопонимание, добро, благополучие. Вот сегодня у нас в эфире как раз подборка рецептов от участников бала, да? Да, да, да. Завтра будут делиться своим опытом. Я зачитаю, да, некоторых вы тоже зачитаете. Семья Меркуловых, шестьдесят лет супружеской жизни, их рецепт семейного счастья, идея одного супруга всегда подпитывается поддержкой и энергией другого. Замечательный, да. Или, например, семья Сотниковых, их всего семь лет у них опыта семейной жизни. Они считают, что семья строится на христианской любви, смиренной, терпеливой, такой, о которой говорил апостол Павел в Библии. А вот, например, семья Юриных, тридцать девять лет вместе. Они считают, что главное в семье – это ответственность, бережные отношения друг к другу. Замечательно. Замечательно. И вы знаете, очень интересно смотреть. Такие благополучные семьи, такие хорошие, они делятся своим счастьем, они участвуют в этом празднике. Они на ромашке. У нас сделана ромашка, стационарная ромашка. И они, значит, на каждый лепесток на эту ромашку делают. И по окончании проекта мы будем, вот и Галина Валентиновна, мы будем писать книгу рецептов семейного счастья. И каждые пары, которые вступают в брак, они должны знакомиться, мы должны пропагандировать, в чем же заключается секрет семейного счастья. Даже в праздник Петра и Феврония, как мы планируем, где-то на Соборной площади, где-то, чтобы люди видели рецепт семейного счастья, то есть всячески мы участвуем в сохранении семьи нормальной, хорошей, со всеми традициями. Галина Валентиновна, как вы считаете, вот на сегодняшний момент, когда накануне праздника Дня Петра и Февронии, наконец-то президент подписал указ, что это значит для тех, кто двигал эту инициативу уже много лет еще до сегодняшнего дня? Да, я пользуюсь случаем, всех поздравляю, что у нас появился свой российский праздник семьи. Я неплохо отношусь ко Дню влюбленных, но все равно это не наша традиция, а на нашей такой замечательной исторической благодатной земле должен был быть свой праздник. И вот 28 июня за номером 411 Владимир Владимирович Путин дал зеленый свет государственному празднику, подписал указ. И что это значит? То есть вот надо было смотреть преамбулу этого указа для сохранения семейных традиций, для нравственного воспитания нашего подрастающего поколения. Вот как раз такой праздник нам и подарили. Он должен был давно появиться. И, скажем так, не краснее, можно сказать, что мы, в общем-то, достаточно много приложили усилий для того, чтобы вот эти национальные наши традиции, древнерусские традиции свадебные, они все-таки здесь возрождались, и наши дети не абы как приходили и ставили штампы в паспорта, а чтобы они готовились даже к своему действию, к свадьбе, изучали, как же люди раньше венчались, какие были интересные моменты, обряды, почему они были. Ведь все, вернее, не так просто. Спрашивается, почему, например, люди на свадьбе целуются. И никто, большинство не знает, что это пошло настолько издалека, настолько издревле, вот эта традиция. Потому что сохранение девичества – это очень важно. И публичный поцелуй, он был равен печати. И уже назад дороги не было. Это просто надо было тогда опозорить девицу, которую ты поцеловал публично, и вдруг отступиться от этого брака. Поэтому на свадьбе теперь всегда целуются эта старая печать, которая дает право паре считаться публично признанным мужем и женой. А вот чтобы злые духи не сыграли плохую роль, наши предки были очень суеверные. Все кричат «Горько-горько», чтобы эти духи не завидовали тому, какой сладкий поцелуй. И понимаете, когда пары готовятся к своей свадьбе, узнают вот такие исторические моменты, я думаю, это классно, это хорошо, потому что мы не забываем о своих предках. Сейчас, конечно, очень сложное время. Во-первых, и сама... Да, тоже Валентина Дмитриевна сказала, что у семьи кризис сейчас. Да, да, однозначно. Это не только здесь у нас, на территории Владимирской области, в нашей стране, везде. Во-первых, скажем так, ускорение нашей жизни, внедрение в нее каких-то новых технологий, с одной стороны, это огромный плюс, но с другой стороны, нам некогда подумать, нам некогда включиться в какие-то определенные ситуации. И плюс пандемия. Конечно, все сейчас привыкли на нее все сваливать, но мы с вами реально смотрим на эти вещи. Во-первых, когда семьи были вынуждены сидеть в изоляции, а мы к этому не привыкли, люди находились иногда 24 на 7 вместе, и вот тут возникали определенные трудности. Уйти-то некуда, а мы все со своими нервами, со своими проблемами семьи начинали ругаться, и семьи подавали на разводы. И сейчас, к сожалению, вот эта картина разводов и браков, она неутешительная. В принципе, картина по Владимирской области, она никак не резонирует с картиной по России. Там есть такие уравнивающие моменты, скажем, в России, в целом по России. Если мы берем Якутию, если мы берем Чечню, если мы берем Дагестан, там разводов меньше. Но брать такие мегаполисы, как Москва, Санкт-Петербург, они перекрывают все проценты. И когда все это собирается, делится поровну, ну, где-то примерно процентов 70 от браков, от количества браков, это сейчас разводы. Опять и говорю, конечно, здесь есть нюанс. И об этом я всегда говорила, что в статистику разводов попадают и те пары, которые когда-то приняли такое решение, получили решение суда, но не удосужились прийти в орган ЗАГС, зафиксировать этот развод, чтобы это попало в статистику. Такие пары тоже есть. Но все равно картина очень тяжелая. И поэтому то, что указом президента был введен такой государственный праздник, ну, это здорово. И мы сейчас уже на государственном уровне можем действовать с теми инициативами, которые мы, вот, как бы сейчас и Валентина Битревна озвучивала. Поэтому мы берем пропаганду семейных ценностей. Это наша основная задача. Вот эти праздники, встречи. Да, вот наш балл «Счастливы вместе» он как бы не такой кулуарный. Он не замыкается вот тем, что мы завтра в карта шоу встречаем эти 24 пары и с ними общаемся. Вот все, что мы там будем проводить, оно все потом выйдет на публичность. То есть вот мы даем им книгу рецептов семейного счастья. Мы ее будем выносить на центральную площадь города в день города, какие-то там 15 мая, например, в день международный день семьи. Наша ромашка, она тоже будет выходить... Рогим, скажите. Да. И у нас уже, значит, родилась такая традиция. Мы парам предлагаем перед тем, как приехать к нам на этот балл, участвовать дома, подготовить герб своей семьи. Он может быть абсолютно в любом варианте. Нарисованный, склеенный, выпиленный, связанный. Но там должна быть квинтэссенция того, что включает в себя эта семья. И затем, значит, поскольку они разноформатные, эти гербы, они будут отфотографированы, чтобы один формат попал, да? И мы будем издавать книгу гербов семей Владимирской области. Поэтому я пользуюсь случаем и предлагаю каждой семье, даже той, которая не участвует в нашем балле счастливом месте, естественно, что там ограниченное количество пар может участвовать, любая семья, создавшая свой герб, может обратиться или в отделение Союза женщин Владимирской области, или в отделение Союза женщин города Владимира, представить свой проект, естественно, с описанием, почему именно такой герб. Этот герб обязательно будет включен в книгу гербов семей Владимирской области. У нас есть звонок телезрительницы. Татьяна, добрый вечер. Мы вас слушаем. Татьяна, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Анечка, добрый вечер. Ваши гости. Вы знаете, очень приятно увидеть Валентина Дмитриевна, Бородино. Мы с ней как-то работали на расторг-одежде. Я работала в бухгалтерии. Если так вот... Наверное, Дмитрий меня не помнит, что за чермологикой девочкой. Я просто что хочу сказать, что, вы знаете, в этом году нашему браку исполнилось 42 года в совместной жизни. Но все равно как бы много проблем все равно возникает. Стараемся их как бы ну... прийти к тому, чтобы найти компромисс, найти такие добрые, хорошие отношения, вспомнить хорошим вот так вот. Дети уже взрослые, внуки. И поэтому самый главный забот сейчас вот о нашем подрастающем поколении. И это многие какие-то вот мелочи, вот эти кофе какие-то, они как-то забываются, когда думаешь о детях, о внуках. И поэтому молодому поколению больше пожелать, что вот они думали о том, если там, ну как бы, во-трых, это желание о том, чтобы иметь детей. А когда дети, значит, думать нужно о них, о детях. Спасибо, Татьяна. Рады, что у вас такой опыт есть семейный, да, большой, больше четверок десятков. Ну вот, вот это то, как бы о чем говорит народная традиция. То есть семья без детей, это пустоцвет, да, то есть вот смысл, смысл вообще семьи, это заботиться, да, вот о своем подрастающем поколении и передавать уже вот эту заботу следующему поколению. А почему сейчас браки уже после 30 лет заключаются? То есть они уже созрели, они хотят детей, мы понимаем прекрасно, что семья, это первостепенно для жизни, для всего общества. Поэтому пропаганда семейных ценностей, она просто так не проходит. И у нас много счастливых, здоровых семей, которые как бы и стесняются участвовать в этих проектах. Мы уже испытали, и мужчины боятся почему-то. Удивительное дело. Ну вы знаете, все вот и свое продолжение имеет. Естественно, что мы думаем над следующими проектами. Вот возникает такое желание, что может быть нам каким-то образом будет возможность организовать наставничество. Я понимаю, что у каждой пары, практически у каждой пары есть свои родители. И вроде бы они должны выступать наставниками. Модель семьи, да. Но не всегда дети прислушиваются к советам родителей, считая, что предвзятые отношения к ним. А вот если бы пара, которая прожила определенное количество лет, счастлива в браке, и она была бы представлена как наставник этой пары, может быть даже прямо в день регистрации, ну знаете, как вот приходят в школу, да, ученики, их за руку берет классный руководитель и ведет уже в знания, что называется, получать. Так и здесь. Может быть попробуем мы все-таки такой проект реализовать, чтобы каждая молодая пара получала наставников из тех пар, которые счастливо живут. Это не значит, что они будут с ними сидеть целыми сутками. Во всяком случае, я сняла трубку и сказала, Татьяна Николаевна, скажите, пожалуйста, а вот у меня такая ситуация, я вот не могу с мамой поговорить, она будет все время защищать меня или там мужа. А как вот вы в этой ситуации поступаете? И человек, умудренный опытом, сохранивший свою любовь, свою семью на определенное количество лет, что-то подскажет. Поэтому вот наставничество, я думаю, это следующий этап того, что мы будем включать свои проекты. Это как центр семьи. Центр семьи должен консультировать. Вот у нас, кстати, нет. У нас в регионе этого центра нет. Мы ставили уже вопросы. В свое время, да, мы ставили вопросы, когда вот директором департамента юстиции, тогда еще был департамент ЗАГС Галина Андреевна Гунба, принимал такое участие, и мы все собирались и готовили этот проект. Он, в принципе, готов. Его просто надо сейчас запустить. Поэтому, если нас слышат те, кто может нам помочь, мы готовы данный проект представить. Я как раз сегодня думала о наставничестве. Да, мы же в одном направлении думаем. Надо что-то нам предпринимать, какие-то меры. Действительно, уже много таких пар, которые сознают, что семейные ценности, что семья, это во главе угла должна стоять. Кстати, мне звонили знакомые, говорили, Галентина, а вы не знаете, вот указом президента день 8 июля теперь уже считается государственным праздником. А будет ли этот день выходным? Я решила посмотреть эту информацию и мнения в Государственной Думе разделились. Значит, Нина Астанин, которая возглавляет комитет по материнству, детству и по семье материнству и детству, она выступила с такой инициативой и говорит, раз уж появился такой государственный праздник, ну, наверное, семьи должны его встречать в семейном кругу. Воскресенье. Нет, ну, раз он 8 июля, он же у нас может попадать. День семьи и день матери. Нет, он у нас попадает на разные дни, вот, скажем, в этом году это пятница, следующий год это будет суббота, да, затем это будет перескок в календаре, и вот сейчас, как бы, идут такие трения, мнения. Комитет по труду говорит, нет, не надо делать еще один праздник, потому что это нагрузка на бизнес. Мы считаем, мы считаем, что этот день должен действительно был посвящен семье, и чтобы и мама, и папа, и дети могли куда-то пойти, на какие-то мероприятия, подарить друг другу хорошее настроение. И, кстати, вот один совет, который я вдруг увидела в наших интернет-ресурсах от одной мамы, она говорит, мы в этот день занимаемся обнимашками, то есть у нас есть 7 минут на обнимашки, мы все садимся на диван и просто обнимаемся. Вы не представляете, какой заряд это дает. Вот можно взять на вооружение, пожалуйста, первый подарок, который вы сделаете себе, своей семье, на день семьи, любви и верности, введите в свой график обнимашки. Ну да, одно дело указ президента, мы понимаем, что это не такая формальность, то есть бумажная, а с другой стороны, чтобы и семьи сами понимали, что это тот день, когда нужно обратить внимание на свою семью. Конечно, он должен быть не один день в году, это понятно. Но это как в интерсенции, как в интерсенции, как раньше нашей семьи. Мы же просматривали фильмы, вместе смотрели мультики, тогда у нас было в то время, ну погоди, гуляли в парке, выходили везде, но только нужно заниматься. Дошкольный возраст, он требует воспитания, это залог доброты, ответственности, правды, это все семья должна обучить. Это тоже входит и в зону ответственности, скажем, вот наших организаций, но еще и в зону такой инициативы ответственности фонда «Мама». Ну, об этом она сейчас расскажет. Да, об этом мы как раз поговорим чуть позже, сейчас во время рекламы, как раз мы встретим еще одного гостя, к нам присоединится Татьяна Петеримова, президент Владимирского областного общественно-булкторетного фонда «Мама». Мы ее ждем, да, и она примет участие в нашей дискуссии. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Мы возвращаемся в студию, и к нашему разговору сегодня присоединяется Татьяна Петеримова, президент Владимирского областного общественно-булкторетного фонда «Содействие и защите материнства и детства. Мама». Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Здравствуйте. Для вас это тоже тема номер один, Мы уже поговорили с нашими предыдущими гостями, Валентина Дмитриевна сказала, что это 30 лет уже на службе института семьи. Сколько у вас, Таша? Мы с 2008 года, то есть больше 10 лет на службе всего этого. Когда-то присоединились к Союзу женщин, потому что мы вместе всю эту работу ведем, в том числе и Бал счастливы вместе, когда-то 5 лет назад организовали. Но все дело в том, что наше направление немножко другое, потому что праздники это замечательно, какие-то события отмечаются тоже замечательно. Но я считаю, что воспитание молодежи, то есть создавать ценности семейные, это вообще повседневный труд. И начинается он, наверное, почти чуть ли не с пеленок. И вот наш фонд, он немножко пошел по другому пути, потому что изначально мы провели очень большую работу с анкетированием в одной из школ, посмотрели, какое здоровье у детей, потому что здоровье есть как физическое, так психическое, так и духовное. И когда мы все это вместе соединили, то стало очень понятно, что действительно, как сказала Валентина Дмитриевна, Галина Валентиновна, что наша семья утрачивает традиции, которые были исконными в нашей России. То есть приходят новые какие-то понятия, мы теряем то, что мы имели, и это надо возрождать. Что мы для этого сделали? Психологи нашего фонда, мы разработали лекции, так можно сказать, из десяти тем. И уже на протяжении пяти лет на субсидии областной нашей организации мы эти лекции читаем в школах, наши психологи. То есть вот это очень большая работа и кропотливая. Что она нам дает? Почему мы начали этим заниматься? Ну вот уже было сказано, что на 100 браков у нас, наверное, 60, а может быть и больше разводов. Но к этому присоединяется сожительство. Есть такое слово, понимаете, которое не создает семью. Которое как бы соединяются два человека, мужчина и женщина, но ответственность вот в этом соединении, особенно у мужчин, очень маленькая. И что чаще всего бывает, очень часто, что потом семья остается с одним ребенком. То есть папа куда-то исчезает, и мама воспитывает одна. То есть неполноценная семья. Таких семей тоже очень много. Вот если я вспомню свою молодость, то что такое было, если в девках, как раньше говорили, ты вообще там хочешь родить? Это же была трагедия. И все силы, все та сторона и другая сторона родителей к тому, чтобы эту семью соединить, и чтобы семья и ребенок родился в полноценной семье. Сейчас это становится нормой. Ну и что? Ну и что, что нет папы? Ну что я рожу, я воспитаю для себя. А то, что испытывает ребенок при этом, этого никого вообще не волнует. Понимаете? Вот особенно женщины. Есть такие, ой, я вот родила себе куколку там или мальчика какого-то, да, и вот я над ними тут дышу, платьица, костюмчики, косички. А когда ребенок начинает вырастать, он же чувствует, что он неполноценный, что у него нет, он недолюбленный. Да, мама там его любит, она как бы ему все... Но должна быть и мужская энергия обязательно, должна быть мужская рука. Вот наши лекции как раз вот они и направлены на то, чтобы показать, называются они основой счастливой семейной жизни. Показать, что же ценность такое. Дети, вы знаете, они даже не задумывали, что такое сожительство, ну и что, ну и чего это у нас принято. Когда у нас есть анкеты на входе и есть анкеты на выходе, то на входе они пишут, ну что это, любовь это вообще химия, любви никакой не существует. То когда уже на выходе после 10 лекций, то они пишут на первом месте, это первая лекция, это влюбленность, это любовь, это самое ценное. Я считаю, что мы вот этими лекциями добиваемся очень много. Но это пилотный проект. Ну да, мы 5000 детей охватили этим проектом, но это очень мало. А остальные, да? В школе ждут. Ждут наших психологов и говорят, вы когда придете, мы как счастливы, мы хотим вас слышать. Причем эти занятия, они безоценочные. Там нет оценок детям. Дети могут высказывать свои мысли, они могут свои догадки, что им нравится, что им не нравится. И то есть они услышаны нашими психологами, это все обсуждается, обыгрываются семейные какие-то сцены, которые могут быть. И детям это очень нравится. А дома этого нет. Дома нет. А дома этого нет. Да, дома так не разговаривают. И они вдруг понимают, что семья-то вообще это не игрушка, это очень большой-большой труд. И много-много... У нас такой мальчик был на одной из лекций, я не устаю об этом говорить, целомудрие, что такое слово, говорит, есть. А оно что, существует у нас в природе, что это такое? И вы знаете, что самое интересное, что мальчишки к этим лекциям относятся намного трепетнее, чем девочки. Да, они вдруг начинают понимать и думают, а кого же я выберу-то в своей жизни? Ну, потусоваться-то там, конечно, можно. А ведь вот дальше-то должна быть жена, должна быть мать моих детей, должна быть хозяйка, должна быть женщина, которая будет любить и которая будет создавать все это. Я считаю, что вот это очень и очень необходимо, вот эти вот лекции, но их надо расширять, потому что один фонд мамы этого сделать не может. Это невозможно, и поэтому мы сейчас везде говорим о том, что надо вводить семьеведение. Вводится оно, конечно, семьеведение, уже такие проекты есть, они существуют в России. И вводится это уже с детского сада. И надо-то всего там, одно занятие, допустим, у детишек в месяц, это в детском саду. Два занятия в месяц, это в старших классах уже. А вы знаете, какой накладывается отпечаток на психику ребенка в положительную сторону? Это неоцениво, потому что если почитать анкеты, 99,9% говорят, мы бы очень хотели этот курс посоветовать нашим сверстникам. Я хотела бы всем зрителям предложить понаблюдать за маленькими детьми, где возможно, за своими детьми, внуками или на улице. Во что играют сейчас дети на улице? Вот мы вспоминаем свое детство. Это были дочки-матери. Мы же дочки-матери, понимаете? А сейчас такой игры практически нигде нет. Спрашиваю я, во что играете? Мам, а мы сейчас играли в «Давай поженимся». Нет, хорошо хотя бы «Давай поженимся». Хорошо, что не «Дом-2». Но чаще всего, я даже смотрю, игрушки какие в магазине, пиги-миги, хаги-ваги, эти страшные такие какие-то мордахи. Где куклы, которые играют роль дочки, мамы, кухня, на которой они собирают им какой-то стол, в гости ходят, лечат друг друга. То есть вот эти вот игры надо возвращать и стараться, чтобы это и в детском саду. Ну, в детских садах, конечно, есть эти вот такие прослойки хорошие, ничего не могу сказать. Но дальше как-то все уходит, все улетает в гаджеты, все улетает вовне, и девочки себя не ощущают будущими матерями, будущими женами. А вот это, наверное, надо все-таки вводить, потому что раньше у нас было домоводство, и мы и шили, и готовили, и нам давали основы ведения хозяйства. Сейчас этого нет. Сейчас есть частные курсы, и если я загорел с желанием, да, я за собственные средства пойду. Но ведь не очень многие хотят посещать такие курсы, хотя они очень интересные. Вот я бы даже сейчас, наверное, с точки зрения своего опыта пошла и посмотрела, что сейчас дает основы хозяйства. Поэтому, наверное, надо вводить и домашнее хозяйство, и семьеведение, и какие-то... Вот, кстати, сейчас зорницу стали возвращать. То есть мальчики все-таки будут возвращаться на те позиции, которые были у наших мальчишек, да. Это вот воспитание патриотизма, защита слабых, честность, честь, достоинство. Мы же говорим и о девочках, и о мальчиках. Вот сейчас пошло такое направление, его надо только не погасить. Надо, чтобы все-таки вот это развивалось в разные возрастные группы. Ну вот этим мы как бы и стараемся заниматься. Да, есть еще одна очень большая проблема, когда мы проводили в школах анкеты. Очень интересно, то есть семью завести хотят все, где-нибудь, ну, может быть, в 25 лет, в 26 лет. Но отношения, которые складываются между мальчиком и девочкой, мы хотя бы захотели бы завести уже и в 17 лет, и чуть раньше, и так далее. Но вы посмотрите, сейчас огромные проблемы я уже беру с точки зрения медицины. У нас очень много бесплодных пар. Разве такое когда-то было? И надо задуматься, а почему это происходит? Потому что половые отношения начинаются очень рано. Присоединяются инфекции, присоединяются аборты. У нас на 100 родов, я не могу сказать, что это чисто только вот те, кто не в браке, у нас, наверное, 70 абортов. Вы понимаете, это катастрофическая цифра. И когда уже вот молодые девушки, которые говорят, я вначале сделаю карьеру, я потом там куплю машину себе, я все построю, я поживу с молодым человеком, может быть, я успею сделать аборт, может быть, не сделаю. И вдруг, когда я хочу завести семью, у меня ничего не получается. Мы не можем родить, мы не можем забеременеть. И это очень большая проблема. Вот об этом мы тоже говорим очень аккуратно, конечно. Очень такой, может быть, игровой немножко в форме показываем, что, вы понимаете, семья – это работа, это не игрушки, это не развлечение. Это строится, вот как вот путь на Голгоф, наверное, вот он тяжелый идет, и потом там свет возникает. Так, наверное, и семью надо пройти вот это все, но с достоинством. И тогда ты получишь вот ту семью, которую мы будем завтра наблюдать на нашем бале. Кстати, вот противоабортное такое воспитание сейчас очень много уделяется вниманию православной церкви. Я еще являюсь руководителем сектора по социальному служению и благотворительности. Поэтому мы входим тоже в семьи, и вот мы распространяем информацию и в роддомах, и в женских консультациях. И готовим специалистов, которые готовы как бы побеседовать с теми, кто вот на этой грани стоит. Но это должно быть систематически, и не только со стороны православной церкви, но и государства. Поэтому на это надо обращать внимание. И мы говорим о семейных ценностях, это да, надо воспитывать. Но кроме семейных ценностей еще надо учить, слышать, слушать друг друга. Почему я об этом говорю? Наш союз женщин города Владимир очень плотно работает с ассоциацией медиаторов. И у нас открывался медиативный ресторан, это такие превентивные меры, когда мы беседуем с парами, показываем, как можно не дойти до зоны конфликта. И работать самих медиаторов, когда они занимаются примирением. Так вот, примирение проходит положительно тогда, когда наши пары обучаются, до этого они не умеют, обучаются слушать и слышать. И вот этому тоже надо учить. Потому что мы не можем все жить всегда в празднике, мы не можем всегда жить прямо в супер-супер гармоничных таких отношениях, потому что разные характеры, разная природа, мужчины, они с другой планеты, женщины, они со своей планеты. Иногда очень трудно друг друга понять. И вот научить слушать и слышать, и не перебивать, и все-таки вникать в эти моменты, наверное, тоже надо включать в такие программы, медиативные такие сессии, превентивные. Они тоже должны войти в хорошую такую вот направленность, и чтобы это было везде, и всюду, и во Владимире, и в Вязниках, и в Москве, и везде. И чтобы мы не только говорили о том, что традиционно муж уважает жену, пропускает ее в дверь первую, не говорит ей грубое слово, но мы еще должны говорить о том, что как воспитывать детей, но и сохранять свои отношения, когда мы начинаем входить в зону конфликта. Не орать, другого слова не могу найти, не хлопать дверью, не оскорблять, не обижать, встань, подумай, остановись. Вот мама мне в свое время, она мне говорила, если ты доходишь до конфликта, набери в рот воды и не глотай, не глотай. Нет у тебя под рукой воды, придумай, что у тебя вот она вода, но ты не можешь сделать ни одного глотка, не глотай до тех пор, пока ты не остыла. Вы знаете, помогает. И вот такие способы, они должны все-таки доводиться до наших пар, потому что все очень эмоциональны, все самодостаточны, я лучше знаю, я такая, я такой. Вот надо нас учить тоже не доходить до той границы, когда конфликт уже неизбежен. Это тоже одно из направлений, которые вот надо сейчас отрабатывать. Да, вот я в продолжении хочу сказать, что это очень важно, почему? Потому что в этот момент страдают именно дети. Ну, взрослые наорали, покричали, там успокоились, а ребенок, он настолько переживает. И самое страшное, если пары начинают расходиться, вот их, может быть, спасти можно бы, а нет такой службы, которая помогла бы им. И ребенок остается у кого-то из родителей, ну, чаще всего, конечно, у мамы. Мы проводили круглый стол на эту тему в законодательном собрании. Вы знаете, столько боли было у отцов, столько было отчаяния, что действительно у нас закон на стороне мамы, конечно, остается, ребенок остается с мамой. А вообще, что происходит с ребенком, это уже вторая сторона. Понимаете, хорошо ли ему, комфортно ли ему. И вот надо помочь, чтобы вот эти семьи как можно больше сохранялись и не разводились, чтобы ребенок не испытывал безумного стресса. Потому что потом, впоследствии, ребенок берет модель со своей семьи. Что его может ожидать? Его может ожидать такая же модель в его жизни. Хорошо это? Плохо. Поэтому очень важно, что действительно нужно закладывать основы вот этой счастливой семейной жизни, можно сказать, чуть ли не с пеленок. Тогда и семья будет, и семья будет воспитывать следующее поколение, а следующее поколение будет. Как это было вот когда-то у наших бабушек, дедушек, прабабушек. Ведь мы же выросли все равно, выросли на тех традициях. И мы понимали, что... Я вот не понимала, когда у меня родители, допустим, ссорились, я не понимала, что будет, если вдруг папа уйдет. Это же будет крах жизни, я не понимаю. Да, ребенок-то любит и маму, и папу. Да, что будет-то, понимаете? А родители этого не понимали. И когда уже я стала взрослой, и я им пыталась это говорить, они говорят, ну что такого, ну в общем-то, ничего страшного такого не было. Почему так ты переживала? А для ребенка это был стресс. И вот многие дети сейчас, вот семьи, которые остаются без родителей, я считаю, что неполноценная семья, она не потому, что нет второй половины, а неполноценная в том, что ребенок, ребенок получает только половину в своей жизни того, что он мог бы получить. Психологическая травма, которая на всю жизнь ложится. Потому что я вот смотрю, например, на детишек, за которым приходят папы. В детский сад или в школу, а кто-то стоит, ждет, когда придет мама, опускает голову и уходит. Разговоры такие, мама, а почему его встретил вот папа, а у меня папа не встречает. Боль-то она ложится ребенку, то он же об этом тоже думает. А мы как-то привыкли манипуляциями вот заниматься, да. Он еще маленький, он не понимает, я сама решу, где ему лучше. А как можно решать за человечка, который дальше будет строить свою жизнь? То есть надо больше милосердия к своим детям. То есть не думать, что мы умнее всех на свете, а детишек-то надо все-таки брать во внимание. Да, любовь, она выражается не в том, что я красивые шмотки куплю своему ребенку, а в том, что я ему дам полноценную жизнь, семье, опору. Потому что я могу в любом случае, сколько бы мне ни было, 10 лет, 5 лет, 25 лет, я могу прийти к отцу и сказать, кто как называет, батя, папа. А у меня вот такая проблема, и он мне что-то посоветует, и мы с ним как-то порешаем. Семьи должны быть полными. У меня еще одна цитата тех участников бала «Счастливы вместе», которые уже сформировали свои рецепты счастья. Вот такой небольшой у нас по скриптам. Семья Аверьяновых, 34 года семейного стажа. Их рецепт семейного счастья в том, что терпение и труд все перетрут. Традиции единения, бережное отношение к членам семьи и родственникам. Семья Аверьяновых, 40 лет. Они считают, что рецепт семейного счастья в том, что супруги видят в мудрости женщине и в благородстве мужчины. Вот именно в этом крае кроется семейное семейное счастье. Хорошие слова, достойные. У одного мудрость, у другого благородство. И все друг друга дополняют. Конечно же, мы очень рады, что есть такие пары, которые отважатся вот так сегодня откинуть свои семейные проблемы, заботы, дела. Нарисовать свой герб. Прийти на бал «Счастливы вместе». И еще и поделиться своим семейным опытом. Это замечательно, что такие есть. Но большинство пар тоже, может быть, и готовы. Просто им некогда, это не означает, что они как-то плохи или как-то недооценены современным обществом. Я считаю, что все семьи хороши. По-своему. Да, они каждые семьи по-своему. Но если семья бережет друг друга и сохраняет свою семью, это та семья, о которой сегодня мы пытались разговаривать. Вот это и должно быть. Да, семья должна сохранять свою семью. Спасибо нашим гостям за интересный эфир. Хорошо, что теперь у нас есть такой официальный праздник. Будем подкреплять его своими семейными традициями. Берегите друг друга. До новых встреч в Телефоруме.